Песня «Всякого человека, ведущего мира, да занят нас, святый Царь Твоего, да в Ему же свет неприступный, и исправи стопы нашей елочью заповедей Твоих, мои Твенки, чистя своей Матери, всех святых Твоих. Аминь». Глава, Юлия, победительная, яко изборчився он злый, но задарственная воскресу, и не родить Твоей по правилу и все. Глава, Юлия, победительная, яко изборчивая державу непобедимую, от всяких трудных слабов и до заветий, данных вся небеса небесная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Глава, Цельсия, Цитовый Духови, и Присы, и Маленький, и Маленький, Господи, Победу, Господи, как для нас Твоей, помилуй, Благодаря Своей, Господи, истинный Бог наш, молитвами причистое Сто Матери всех святых, помилуй и спасет нас, яко благо человека любит. Благодаря Своей, Господи, Победу, Господи, Победу, Господи, Победу. Вера в Иисуса Христа – это не просто принятие того или иного учения или догмата о Христе, а принятие самого Христа. Христианство таким образом предельно лично, но это совсем не значит, что оно индивидуалистично, ибо встречают, узнают и любят люди одного и того же Иисуса Христа. Христос обращен к каждому, и вера каждого, будучи укоренена в общей вере, вместе с тем единственна. Поэтому, хотя веру нельзя доказать, о ней можно рассказать. Таким рассказом о вере в сущности является Новый Завет, Евангелие, послание апостолов, передача теми, кто видел и слышал Христа, и поверил Ему, полюбил Его так, что Он стал их жизнью. Поэтому Евангелие остается навеки живым, проникает прямо в сердце. В Деяния апостольских, в 8 главе, мы читаем рассказ о том, как Филипп встретил Евнуха, читавшего книгу пророка Исаии, и апостол объяснил ему, что тот, о котором говорится в книге пророка, «Иисус Христос». Евнух внутренним прозрением, поверил словам Филиппа и пожелал креститься. Все, что Евнух узнал о Евангелии, это тот, что Иисус Христос, тот самый муж скорбей, который описан в конце 52-й и 53-й главах книги пророка Исаии. Вера в Личность Иисуса Христа сделала возможным принять Евнухом Духа Святаго. Связь Отца и Сына, а также связь верующего с Сыном, а раз Сыном, то и с Отцом, это связь любви. Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино. Совершены воедино. И да познает мир, что ты послал в меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Евангелие Теана, 17-я глава. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Евангелие Теана, 1-я глава. Вера, любовь и дела таким образом тесно связаны между собою. Иисус Христос неоднократно говорит о том, что необходимо оставаться в Слове Господа, оставаться в вере, и не имеете Слова Его, пребывающее в вас, потому что вы не веруете тому, которого Он послал. Евангелие Теана, 5-я глава. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 8-я глава Теана. «Прибудьте во мне, и я в вас». 15-я глава Евангелия Теана. Вера – это не пассивное состояние лишь принятия дара, но активное принятие и жизнь. Хотя вера – исключительно дар Божий, но, будучи одаренными верой, христиане не пассивны в смысле бездеятельности, а как раз вере – живы и активны. Верующие – не объекты действий Бога, а наоборот, понимаемые им как субъекты и личное «ты». Вера в евангельском смысле – мы, связь, потому что единение Бога и человека – это всегда «я и ты». Как раз потому, что Бог нас любит, человек также способен любить, именно потому, что Бог живет в верующих. Они могут жить с Ним и для Него. Все, что человеку от себя лично для Бога необходимо, дать Иисусу Христу жить в Нем. Живет во мне Христос, живую верою в Сына Божия. Послание к Галатам, 2-я глава. Аминь. Завтра в 8 часов молитвах рано. Съем в Божия. Съем в Божия.